Всем привет! Недавно я показал ролик, в котором восхитился лаконечностью, надежностью и простотой исполнения триггера на вот таком вот реле РПС-32Б. В комментариях к ролику я увидел немало замечаний, интересных версий и идей о том, как с помощью обычного вот такого реле можно сделать такой же триггер. Дело в том, что вот это реле оно с памятью, хотя этой памяти всего 1 бит, но это реле может запомнить положение, в котором его включили или выключили. Обычные реле такого не могут. Обычные реле используются в комплекте с транзисторами, либо с микросхемами, чтобы управлять силовыми цепями. В конце ролика я задал задачку для любознательных и любопытных, или сведущих. Не желая никого не оскорбить, не обидеть. Можно ли с помощью вот таких трехконтактных реле, то есть тут два контакта на катушечку и три контакта, которые замыкаются и размыкаются. Можно ли сделать схему так, чтобы, управляя всего одной кнопкой, можно было с помощью трех реле включать три разные нагрузки последовательно. Это-таки бегущий огонь. На эту задачку я получил некоторые замечания и предложения. Естественно, и хочу их озвучить. А для начала объясню, что лежит у меня на столе. На столе у меня собрана схема уже с управлением, которая и является триггером. На обыкновенном реле, в данном случае у меня реле имеет вот такие параметры, кому интересно. Управлять им можно с помощью 25-ю, 12-ю вольтами можно управлять, кто умеет. И вот такая RC-цепочка. Кнопки в схеме нет, да она и не нужна. В качестве переключаемой нагрузки используются две автомобильные лампы, которые запитываются от трансформатора переменного тока. От этого же трансформатора работает выпрямитель, который и питает схему триггера. Еще раз вернемся к триггерам. Я не хочу никого ни критиковать, ни обидеть, но когда мы стали беседовать в комментариях о том, можно ли с помощью одного реле без особого обвеса сделать триггер, хотя бы такой, как я показал, мне написали, что да можно сделать и проще. Указали на ссылочки, даже нарисовали картинки, которые я вам сейчас и приведу. Вот эти картиночки. И основываясь на этом, люди решили доказать мне, что то, что было реализовано на РПС с одной кнопкой, можно реализовать и на вот таком реле. Товарищи, ребята, друзья мои. Да, я уважаю знания. Да, я люблю людей, которые толково меня критикуют и указывают мне на путь истины. Я всегда жму руку тем, кто знает больше и делится своими знаниями. Но иногда даже знатоки, не в обиду, будь им сказано, совершают ошибки. Вот и покритиковавшие меня в своих комментариях джентльмены, Алексей и Александр, показали мне ссылочку на вот такую схему. А Алексей нарисовал быстренько и сфотографировал, выложил тоже в интернет вот такую схему, в которой якобы реализован триггер. Ну, давайте без кавычек. Да, действительно реализован триггер. Но тот ли триггер, о котором мы говорим? У меня в реле РПС использовалась вот такая одна кнопочка. Это, как видите, у нее всего два провода, хотя и имеет возможность переключать три контакта, но использованы только два. На замыкание. Нажал, замкнуло. Отжал, отомкнуло. И триггер срабатывал. В этих схемах, а эта схема часто встречается в сети интернет и даже на хороших радиотехнических формах ее обсуждают, подобно вот этой схеме. Ну, только в этой схеме нету группы нагрузки. И что же мне не понравилось? А мне не понравилось вот что. Как видите, группа из трех контактов это никак не кнопка однозадачная. И здесь то же самое. Мало того, что обвес, хотя и не сложный, но все-таки включает в себя две тройки, как я их называю, и плюс кнопка. Но кнопка стоит не на том месте. Эти контакты принадлежат одной из трех групп. А в моих реле всего одна тройка. Два контакта. Это катушка. И здесь, вместо того, чтобы использовать просто размыкатель, используется двухпозиционный переключатель. То есть, он включает то одну часть цепи, то другую часть цепи. Конечно, реле срабатывает и переключается. Но при этом эта кнопка трехпозиционная. То же самое и в схеме, предложенной Алексеем. Да, здесь все просто. Идея такова, что вот это сопротивление пропускает ток, достаточный для того, чтобы реле не сработало, но при этом сработав, удерживалось. Так называемый ток удержания. Да, многие о нем знают, многие слышали. Но, опять-таки, использована кнопка, имеющая два независимых положения, не замкнуто-разомкнуто, а переключение одной цепи на другую. И это уже не тот калинкор, как бы я сказал. Да, лампочки будут мигать, но реализация вот этой кнопки потребует немножко других знаний. Да, это тоже триггер. И я не придираюсь, но мы все-таки говорили о кнопке размыкания. Я так же, как и вы, в интернете ищу схемы, головой их обдумываю, соображаю и, отказываясь от тех, которые мне не подошли, использую другие. На одном из форумов, не очень популярном, я нашел подобие вот такой схемы, которая мне и понравилась. Тут действительно одно стандартное реле, одна тройка, так называемая, одна группа контактов. В данном случае это как раз подходит под описание моего реле. И РЦ цепочка. Вот данный резистор служит для того, чтобы ограничивать ток срабатывания реле таким образом, что при включении реле как бы залипало. то есть нажав вот эту кнопку, а это обыкновенная кнопка-размыкатель, которую даже в цепь можно не ставить, мы будем получать два положения вот этого выключателя независимо. И если в моем случае у меня реле имеет две тройки, то есть две группы контактов по три, то можно подключать вот такую нагрузку, которую я и подключил. А работает эта схема или нет, можно убедиться буквально прямо сейчас. Я включаю трансформатор, горит одна лампочка и проводом не на трех позициях, а всего на одной тыкаю в контакт. Триггер переключился, реле удерживает себя в состоянии замкнуто, сейчас через катушку идет ток и горит лампочка нагрузки. Следующее касание все переключается. Работу этого триггера обеспечивает вот эта RC-цепь. Вот так она выглядит в материале, а вот так она выглядит на схеме. Для чего нужна эта RC-цепочка? Даже в прошлой своей схеме я не обошелся без нее, хотя хотелось бы. Ток, который проходит через вот это удерживающее сопротивление, так мы его назвали с моими оппонентами, в состоянии покоя не затрагивает обмотки катушки. Он течет не через конденсатор, разумеется, а через вот это реле, через вот этот резистор разряда, как я его хотел назвать. Номиналы указаны для моей схемы, то есть, вот это реле как раз при напряжении в 25 вольт работает со следующими номиналами 330 Ом сопротивление резистора разряда и 680 Ом сопротивление удержания контактов катушки. Емкость я использовал большую, 2000 микрофарад. Эксперименты с малыми емкостями ни к чему хорошему не привели. RC-цепочка из моей прошлой схемы выглядит вот так. Два конденсатора, потому что я не нашел конденсатора нужной емкости, они просто просуммированы. RC-цепочка для этого реле, конечно, тут и реле побольше, выглядит вот так. Токи, которые идут в схеме достаточно большие, тут примерно 1 килоом на 24 вольта, сами понимаете. Через катушку в состоянии удержания контактов тоже идет достаточно большой ток. Катушка имеет сопротивление в моем случае по-моему 300 Ом. Особо я его не измерял. То, что триггер работает, вы уже убедились. Как он срабатывает? Когда состояние покоя ток протекает через вот эту цепь, катушечка молчит и вот эти контакты замкнуты. Это нормально замкнутое положение К1-1, то есть контакты первой группы замкнутые. Но когда мы нажимаем вот эту кнопочку, что происходит? конденсатор разряжается через катушку, тем самым вызывая ее срабатывание. И вот этот контакт замыкается сюда. Как только конденсатор разрядился, в роль свою вступает вот этот резистор удержания уже для катушки. И сопротивление примерно одинаковое. токи примерно одинаковое. Катушечка хотя и имеет напряжение меньше, чем напряжение срабатывания и ток срабатывания, но она разомкнуться не может, потому что через резистор удержания протекает ток достаточный для того, чтобы вот эти контакты были замкнуты. На первый случай все понятно и ясно. То есть вот она сама мысль. Горит лампочка в состоянии покоя. Вот она горит. И мы щелкнули один раз, разрядив конденсатор через катушку. Тем самым включили вторую лампочку. Но как же триггер срабатывает в обратном направлении? Когда вот эта цепь у нас замкнута, через катушку протекает ток, а ток удержания достаточен для того, чтобы контакты не разомкнулись. Как же их нам разомкнуть одной и той же кнопкой? Не трехпозиционной, а всего лишь размыкателем. Так вот, в следующий раз нажав кнопку, что будет? Конденсатор, разрядившись через вот этот резистор разряда, все время путаю с реле, РР, резистор разряда, так как у него очень малое сопротивление, конденсатор разрядится через него достаточно быстро. Так вот, пустой конденсатор для вот этой цепи является проводником. И как только мы нажимаем кнопочку, вот эта вот замкнутая цепь тут же теряет напряжение, потому что конденсатор как бы коротит катушку. Катушка не получает достаточного тока и контакты размыкаются. Из этого положения они падают сюда. Конденсатор зарядился, все, ток через него прекратился и дальше уже ток шурует по вот этим вот двум резисторам, как и было в самом начале. Вы можете спросить, а что будет если я буду держать кнопку? DRC-цепочка будет срабатывать и реле будет тарахтеть. Подобрать параметры таким образом, чтобы реле не тарахтело достаточно сложно. Я это сделал экспериментально. Расчет не делал. Ну, а почему бы не показать, что происходит при просто замыкании контакта и удержании его. Вот работа триггера. А вот сейчас фокус не удался. Потому что резистор я подобрал достаточно хорошо. Но если уменьшить сопротивление, а сейчас я попробую это сделать, добавив еще один резистор, мы должны получить желаемый эффект. Итак, пробуем. Как вы можете заметить, лампочки не мигают поочередно, потому что добавив сопротивление параллельно вот этому резистору разряда, я уменьшил сопротивление в этой цепи и конденсатор стал очень быстро разряжаться через него. И разумеется, он не может позволять запитываться катушке настолько, чтобы срабатывал второй контакт. То есть, катушка у нас находилась в положении питаемом, конденсатор пытался ее разрядить, но при этом не мог сбросить полностью, потому что малое сопротивление ему это сделать не позволяет. И если мы увеличим здесь сопротивление или просто его уберем, срабатывание данного триггера произойдет только один раз. В момент, когда конденсатор либо заряжен полностью, либо полностью разряжен. Все зависит от того, какие начальные условия у нас были в этом ключе. Я надеюсь, моим оппонентам, которые любят чуть усложненные схемы и объяснения, этот ролик понравится, а всем остальным будет для общего образования и развития. Никого не хотел ни критиковать, ни обижать. Все есть в комментариях. Схемы у вас на глазах. Все просто, понятно, доступно и, на мой взгляд, интересно. На этом все. Пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok